Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Radarmy Airsoft, и в этом выпуске мы посмотрим на обувь от производителя из Чехии, компании Прабос. Пару месяцев назад с нами связался представитель Прабос в России с предложением протестировать обувь этой марки и рассказать о своих впечатлениях нашей аудитории, то есть вам. Сразу скажу, что модель мы не выбирали, и для тестов получили пару ботинок на усмотрение представителя Прабос. Это оказалась демисезонная модель с высоким берцем Vagabund. Чтобы сложить более-менее адекватное мнение перед написанием этого сценария, я тестировал эту модель на протяжении двух месяцев в разных условиях. Ну и, конечно, в рамках того, какие условия можно найти уральской зимой. Итак, для начала я расскажу о конструкции и материалах, из которых сделана данная модель, а потом расскажу о своих личных впечатлениях. Модель Vagabund относится к линейке «Зеленая зона», то есть это зона, где раньше были военные конфликты, сейчас уже вроде спокойно, но все равно могут случиться столкновения. Позиционируется модель для стрелков, путешественников, ЧВК, охраны, полиции и других силовых структур. Конкретно мне показалось, что модель Vagabund позиционируется как демисезонная лесная обувь, предназначенная для ношения в весенний и осенний период. Но, как оказалось, она неплохо подходит и для зимы. Верхняя часть ботинка выполнена из нубука толщиной 2 мм и обработана влагоотталкивающей пропиткой. Зона носка и пятки усилены каким-то полимером, причем места расположения усилений достаточно хорошо продуманы. Например, сгиб в области носка приходится на это самое усиление, а не на стык. Соответственно, меньше шансов, что тут появится дырка от постоянного сгибания на слабом участке. Задняя и верхняя часть берца выполнены из более мягкого материала со вспененным полимером внутри для более комфортного ношения. В задней части также есть стропа, чтобы было можно придерживать ботинок во время надевания на ногу. Внутренняя часть ботинка выполнена из прочного и дышащего материала. В этой модели мембраны нет, и производитель называет это даже плюсом, говоря о том, что без мембраны нога лучше дышит и быстрее сохнет. Я, как человек, который большую часть времени носит обувь с мембраной, очень скептически отнесся к этому утверждению, но ради чистоты эксперимента не стал делать поспешных выводов и решил все проверить на личном опыте. Внутри ботинка установлены очень неплохие многослойные стельки с амортизирующим слоем. Качество пошива и изготовления очень высокое. Это видно невооруженным взглядом, когда ты берешь ботинок в руки. Швы ровные и аккуратные. Детали хорошо подогнаны. Подошва сделана на заводе Vibram из смеси, разработанной и запатентованной фирмой Prabos. Внутри подошвы установлена 5-мм кевларовая вставка, которая, по заявлению производителя, способна выдерживать нагрузку на протыкание до 140 килограмм. На пятке и по бокам подошва имеет усиление, которые, скорее всего, должны защищать стопу от ударов от твердые предметы и камни. А еще, по комментарию производителя, такая пятка сделана, чтобы обувь было удобно снимать, наступая второй ногой на пятку. Практика показала, что пользователи все равно снимают именно так. Метод крепления подошвы – прямой прилив. Производитель даже поделился видео, как это происходит. Несмотря на то, что ботинки выглядят достаточно громоздко, весит они немного. Вес ботинка всего 700 грамм. Язычок ботинка образует высокий клапан, который препятствует попаданию влаги внутрь, даже если наступить в глубокую лужу. Конструкция шнуровки удобная. В нижней части установлены петли из стропы, по которым шнурок достаточно легко скользит. На берсы установлены крючки. Благодаря такой конструкции ботинок можно быстро зашнуровать и расшнуровать. Крой ботинка с минимальным количеством швов для обеспечения максимальной влагозащиты. С теоретической частью мы разобрались. Посмотрим, как вели себя эти ботинки во время предварительного тестирования. Я тестировал эти ботинки во всех доступных уральской зимой условиях. Ходил несколько километров по городскому асфальту и бетону при температурах от минус 4 до минус 27. Длительное время находился в теплом помещении до плюс 25. Ходил в полевые выходы с командой по гористой местности и лесу при температурах от минус 10 до минус 20. К сожалению, у меня не получилось попасть в условия действительно мокрого снега или мокрой листвы. Но я думаю, поздней весной или летом у меня еще будет такая возможность. Ноги в этой обуви чувствуют себя весьма комфортно. По моим личным ощущениям, данная подошва в первую очередь рассчитана на грунт и лес. Немного меньше на каменистую поверхность и еще меньше на твердую ровную поверхность. Пройдя около 5 километров по городу по твердой поверхности, нагрузка на стопы, по личным ощущениям, была выше, чем после 4,5 часовой прогулки по зимнему лесу и камням. Хочу отметить легкий вес данной модели. Они реально легкие, нога в них не устает, как это обычно бывает в ботинках подобного формата. В данном случае внешний вид обманчив. Они значительно легче, чем выглядят. Приятным сюрпризом оказалось то, что при температуре до минус 20 градусов нога в этом ботинке и тонком трекинговом носке не замерзала, даже во время статики, находясь в засадах. Хотя если простоять при минус 20 в статичном положении около часа, то я не возьмусь сказать, замерзнут ноги или нет. В любом случае это достаточно индивидуально. Но если ходить, абсолютно точно ноге будет комфортно. За все время хождения ноги ни разу не промокли и не сопрели. Материалы и пропитка справляются без мембраны. Хотя повторюсь, мне не довелось ходить по по-настоящему мокрому снегу. Как оказалось, протектор чувствует себя достаточно уверенно на каменистых поверхностях. А прочности подошвы хватает, чтобы не разваливаться во время спуска по камням. Во время тестирования я несколько раз проскользил по мелким камням с горы. И повреждений на подошве замечено не было. С точки зрения комфорта, колодка данной модели ближе всего к Z8 от Lowa. И рассчитана на широкую и среднюю ширину стопы. Лично я в основном ношу Lowa, и мне такая колодка показалась удобной. Людям, которые предпочитают более узкую колодку Salomon, колодка Prabas Vagabun, скорее всего, покажется слишком широкой. Но справедливости ради стоит сказать, что в каталоге Prabas есть модели с более узкой колодкой. По заверению производителя, в данной модели можно не беспокоясь наступать на различные острые предметы и гвозди. С вашего позволения, я не буду проверять этот момент на себе. Но сама история появления в этой модели защиты из кевлара достаточно интересная. В Чехии большинство нарколабораторий держат вьетнамцы, которые, как бы это киношно ни звучало, любят ставить ловушки с гвоздями, захламлять проходы острыми предметами и так далее. А группам захвата приходится пробираться по всему этому. Говорят, это не шутки, а реальная история. Так вот, разработчики, не желая увеличивать вес ботинка сталью, но желая хоть как-то увеличить защиту стопы в таких условиях, сделали слой из кевлара. К реальным и доказанным минусам данной модели я могу отнести только достаточно громоздкую конструкцию. На ногах эти ботинки смотрятся большими. Если вы рассматриваете эту обувь в качестве модели для повседневной носки, то она для этих целей не очень подходит. С теми же джинсами ее носить будет неудобно. Больше мне сказать пока про эту модель нечего. Если вас заинтересовала обувь фирмы Прабос с каталогом и ценами, вы можете ознакомиться по ссылкам в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!